дорогие друзья продолжу я обзор моей системы отопления отложила на следующий день потому что за один день рассказать о системе отопления практически невозможно много разных нюансов и один из нюансов это записать на камеру сложно проще записать на телефон с камеры потом большой формат получается и сжимать и обрабатывать очень долго загружать значит я прошу прощения за свою косноязычность образование мне гуманитарные некие до некоторых технические термины насчет до меня сложно доходит значит продолжим по поводу котла и системы отопления значит вместе раз значит я поменял котел сразу заменил значит и всю систему отопления что я сделал я значит была система гравитационная значит я ее сделал замкнутой системой в гравитационной расширительный бачок был наверху на крыше котел сильно нагревался значит вода выкипала выбрасываю наверх воду значит не экономично значит вода выкипает расход лишнего тепловой энергии значит я этот котел обрезал и сделал замкнутую систему я буду кое-что тут значит зачитывать что я подготовил значит и рассказывать значит в моей системе значит является теплоносителем вода конечно можно сюда заплет значит залить теплоноситель типа тасовы еще что там там разные есть значит не замерзающие теплоносители но это для тех у кого значит кто топит два-три раза в неделю и уезжает это для дачников так как мы постоянно живем дома но если выезжаем то на сутки не больше значит мне хватает хватает воды вода получается дешевле получилось значит вода в закрытой системе тяжелые тут как понять тяжелое значит в ней значит она быстро нагрева значит прогревается в немного мало кислорода в такой системе в закрытого типа насчет вода начинает замерзать не замерзать а закипает прийти при температуре 115 102 градусов при давлении 2 бара потому что котел насчет бывает что может быть такое что сильно нагреется это сегодня было такое отключили электричество я перевел значит вот этот вот кран на байпасе на гравитационную систему и значит сразу же полезло давление вверх поднялась температура до 100 градусов но никакого значит кипения не про не произошло просто шла циркуляция естественным путем горячая вода поднималась вверх и значит распространялась по всему дому при такой системе отопления запуты постоянная температура в котле котле и вообще системе во всей доме во всем доме колеблется в пределах 60 градусов вот на выходе стоит у меня термометр термометр значит эти трубы они соединены основная масса воды выходит через толстую трубу а это как является вспомогательной там если но нас можно перекрыть полностью но она наполовину где-то у меня экран открыты теперь эту температура рабочая в системе значит где-то 60 70 градусов так дальше зачитаю то значит контакта в этой системе контакта с воздухом нет с атмосферами расширительного бачка открытого нет то есть значит здесь стоит расширительный бачок значит вот такого вида я уже значит не помню в общем вот этот йог емкость сферический а внутри значит резиновый шар стоит если система сильно разогревается шар увеличивается в размерах и происходит компенсация значит либо сжимается либо либо сужается вода значит расширительный бачок стоит на входе в котел то есть значит там вода на 20 или на 15 градусов всегда холоднее чем та вода которая тот теплоноситель который выходит из котла для чего это сделано для лучшего теплообмена вода с наименьшим содержанием кислорода является гораздо лучшим теплообменником значит как обеспечивается циркуляция значит теплоносителя обеспечиваются принудительные значит вот стоит насос на входе в котел три скорости позвоня постоянно работает на так вот у меня есть подсветка можно подключить это на тот случай если что-то здесь нужно убраться на либо посмотреть или вдруг где-то что-то скоро на всегда стоит на второй скорости на 3 включая когда если сильно нагревать ну а так и на 1 тоже будет нормальная циркуляция так байпас значит байпас значит перед насосом сделан фильтр от стойник грубой очистки если насос начинает журчать значит появляется какие-то посторонние шумы то нужно открутить вот этот фильтр есть вот эти вот заблокировать краны открутить фильтр и слить и значит тот остаток который возникает естественным путем потому что у меня не все трубы не все не все трубы были заменены и значит батареи часть батареи стоит чугунные в алюминиевых я там покажу я вообще разочаровался батарея так так значит вот это вот закрытая замкнутая система обеспечивается запорной аппаратуры что включает себя запорную аппаратуру можно контролировать визуально смотреть какое какое под каким давлением находится теплоноситель в этой системе причем что интересно вот стоит датчик давление значит на системе и значит на котле что интересно значит на котле вот сейчас разницы нет большой но обычно в котле давление на полу на половину бара всегда больше в системе меньше потому что здесь происходит основной теплообмен случае повышения давления избыточного давления стоит клапан вот он стоит клапан отрегулирован на три бара происходит сброс сброс лишнего давления если в систему поступает воздух а воздух поступает с подкачкой с подсосом воды на самом самой верхней точке стоит клапан значит сброса воздух вот он наверху находится так спросите а как же сюда закачивается вода но показать и сейчас не покажу это довольно сложно ну вот с этой стороны привели центральная вода значит подходит к дому там выведен отдельный вход под воду в самой нижней точке подвину вот у меня в том конце кула в конце кухни значит стоит клапан который в одну сторону пропускает другую сторону не пони не запускает там где-то на полтора на полторы атмосферы рассчитан и стоит кран случае необходимости я на сканер если вдруг мне нужно уехать я кран открываю клапан сам сработает значит приди он будет удерживать давление в системе в пределах где-то по полторы атмосферы же как а ко мне приходили и спрашивали а какой системы на какое же давление обеспечивает у них обеспечен водоснабжением и интересовались у них качает на счет 18 а до меня доходит 12 зимой полтора полторы атмосферы у них естественно естественные потери по системе так всех наверняка а значит по поводу насчет насоса значит что-то явлено насос не река стоит стоит что из-за какой здесь дополнительное оборудование установлены для чего насос работает не постоянно насос подключен к термостату вот на термостате выставлена температура 60 градусов она соответствует температуре теплоносителя и это же температура стоит на рт на регуляторе температуры что это дает это значит дает постоянную температуру в жилом помещении терморегулятор открывает и закрывает значит подачу воздуха при горении а термостат значит регулирует температуру в системе отопления значит индикаторные лампочки стоят значит вот этот лампочка значит контроля что есть напряжение в сети а эта лампочка синяя вот ее можно тут даже продемонстрировать она загорается в том случае это когда выключается насос мы поставим насос на 60 сейчас нагреется и лампочка сработает но чтобы в случае замыкания или еще выхода из строя насоса стоит узор защитное устройство что за выключатель значит это дополнительная подсветка а это во время загрузки или выгрузки значит дров все равно происходит выхлоп угарами газов чтобы такого не происходило значит я включаю значит вентилятор и нас газы вытяжки их вытягивает буквально пять минут этого хватает 10 минут уже выключить чтобы делать писали что файлы были раздельные сразу водички попил значит спросите почему значит аппаратура значит у меня дополнительное оборудование сделано отдельно на стене ну можно сделать это все на отдельном щитке ну а устанавливается так я установил дополнительное оборудование посмотри зашел посмотрел подумал ага этого мало нужно что-то еще сделать доработать посмотрел как сделано у людей и установил потом еще дополнить получается значит все отдельно будет время сделаю это все на отдельном щитке вот эти приборы все довольно таки недорогие и термостат не потребляет никакой электроэнергии значит там ничего особенно вот такой зон буквально у меня проработал года три и пришел негодность ну как пришел негодность тыкал тыкал значит подогрели значит подгорели контакты я его разобрал контакты почистил собрал значит не могу выставить точную температуру там лифток там лифток ну там заводская сборка значит устанавливал как я термостат вот зонта термостата явно что же экспериментальным путем ставил значит разные места можно поставить прикрепить упрям трубе выходной ставил я и на середине и вниз и в результате его поставил самые верхние точки вот этот щит верхняя часть вскрывается ничего особенного там стекла вата и на сверху вот здесь недалеко возле трубы вот и стекла ваты я прям зонт поставил как котел нагрелся до 60 градусов включается насос и охлаждает котел подает прохладную прохладный теплоноситель прохладную воду так значит давайте посмотрим что дальше поближе при покупке котла сразу же с котлом сразу с котлом идет блок стенами стоит в этом блоке 3 тыны на 220 вольт по 2 киловатта есть есть по 3 киловатта но я себе сразу там разница в цене небольшая заказал значит 3 по 2 киловатта эти тыны значит я разделил на три части значит одна у меня работает на режиме незамерзания то есть на что стоит точно такой же термостат только он выставлен на температуре ниже 30 градусов если вдруг мы уехали начали по каким-либо причинам машина сломалась замело все равно нам на 5 ехать 25 километров температура в доме начинает падать я включаю значит режим незамерзания вот значит сработала на стене лампочки это тена не включена как только температура в в котле теплоносителя вот тот же такой же стоит верхней точке упадет ниже 25 градусов сразу включится тена одна тена для нашего для нашего дома котел не нагреет но если я попытался прогревать в течение там 12 часов котел находится в таком белом состоянии чуть-чуть чуть-чуть подогретое поднимается температура ну ты тут если уезжаешь что термостат нужно тоже ставить значит до 30 или до 40 на 1 на 3 нагреется тена теплоноситель до 40 насос подаст холодную воду котел остынет и вот так вот можно и два и три дня значит не беспокоиться о том что дома никого нет и значит никто думать печку не топит что еще дополнительно установил я устану значит такой момент наверняка спросите а какой же расход топлива в этом котле в чем заключается его длительность горения ну производитель котла заявляет время горения одной закладки до 8 часов ну как смотря закладки чего если сюда загрузить уголь хороший качественный он будет наверняка гореть и больше восьми часов и десять но снова как мы живем в лесу сто метров и пошел лес значит мы отапливаем дом дровами вот представлены дрова и тут видно значит березовые то значит на березовых дровах значит котел одной закладки хватает на 5-6 часов может хватить и 8 и больше и 10 и 12 при одном условии если эти дрова будут сухие там это оговаривается значит инструкции если трава сухие заложил поджог все закрыл терморегулятор значит поставил на минимум на 40 градусов котел будет гореть мин очень медленно и долго если выставляешь температуру побольше до 80 90 градусов конечно естественно значит котел будет гореть меньше в общем на ночь вот приготовил вот эти дрова на ночь мы спать ляжем я все эти дрова значит затолкаю в котел и под утро значит у меня если вдруг дрова сгорели какая смотря какая какой ветер на улице если вдруг дрова сгорели значит утро ночью нас никто не стал дрова не подкинул что у меня срабатывает у меня срабатывает таймер времени поближе покажет с новости представляет той таймер времени это вот тдм овский таймер пониже пониже что было видно значит стоит циферблат устанавливаешь сутки значит разделены на не на 24 на 48 то есть по полчаса что есть у меня два часа под утро с пяти до семи когда наступает ночной режим у меня счетчик трех тарифный когда наступает ночной режим тогда таймер включает что отключает он включает две тены вот в этом котле вот срабатывает индикаторные лампочки вот это значит зеленый горит постоянно значит напряжение есть в системе желтая это значит таймер работает находится на взводе на взводе значит можно сейчас и продемонстрировать нас как как он будет срабатывать а нужно крутить циферблат я не не буду его расстраивать что настроен потом значит таймер времени в общем если тена включается ночью срабатывает красная лампочка а желтая гаснет значит я знаю что у меня загоночек включилась тена но ночью тишина мы живем на селе у нас тишина если включились тены то их сразу слышно начинает гудение журчание понятно что это не включен еще у меня дополись дополнительное оборудование стоит амперметр ну что что за амперметра амперметры бытовой на 220 вольт для чего он нужен большинство мужиков или трактористов они знают для чего нужен амперметра машины объяснять не нужно кто если женщину вдруг увидит или с молодых значит и я значит объясню когда значит вот в нормальном амперметра все насти заработает у меня насос нагрузки практически никакой нет как только значит включается тена сейчас вот я включу его так раз работал амперметр пошла нагрузка значит начала греться одна тена вот амперметр показывает нагрузку причем и котел сразу загудел значит чем выше температура теплоносителя в котре тем меньше нагрузка чем холоднее котел то начинаем перметры где-то срабатывает на 12 12 половиной ампер котел нагресса амперметров сила нагрузки на систему электроснабжения падает если значит у меня включается обе все три тены ампер срабатывает где-то до 20 ампер на 2 1 25 потом падает до 20 для чего он нужен для того чтобы контролировать работу электрической системы может быть такое может быть я выключу и поставлю на ночной режим на режиме замерзания может быть такое что какая-либо стен может выйти из строя и амперметр сразу же покажет короткое замыкание но вообще насчет для обеспечения безопасности значит электрической части котла у меня сделано заземление вот она вбит в кул в землю вынести на значит контур на улице и обеспечивается безопасность что если даже пробьет какая-то и стен может быть нас и ударит мы не смертельно так о чем еще можно рассказать так выпущу меня у меня сразу систему отопления начал заниматься с котла и значит поменял сразу же большую часть батареи на кухне где рабочее место женщины основное место на проходит я сразу заменил батареи стояли сардеповские чугунные батареи посмотрели я заменил на алюминиевые батареи заменил сразу трубы значит где самая высокая температура я поставил трубы металлические обратку я сделал из полипропиленовой трубы есть специальный утюг которым паять очень быстро и удобно обратка когда выходит горячая вода из батарей она в радиаторах охлаждается даже если в каких-то случаях порс-мажорных обстоятельств полипропилен не разорвет но я так скажу что в этих батареях я разочаровался в туалете у меня стоит батарея либо качество начали менее такое нас либо ну не понятно почему но алюминия краска по вздувалась и видно что батареи больше пяти лет не протянет чугунные батареи надежный здесь видно будет хорошо значит до батарей до батареи до радиаторов теплоноситель должен обязательно быть значит в металлическом корпусе после радиаторов вот стоит экраны уйдет полипропиленовая труба ну так у меня сделано что на левую и на правую сторону значит два разных кольца и трины два кольца на обеспечение тепла дома и одно кольцо на это значит первые контуры которые значит обеспечивают нагрев котла что будет интересно кому спрашивайте значит я объясню покажу поделюсь опытом и мне будет также интересно посмотреть что здесь что сделали другие пользователи значит вот таких котлов достаточно ну Продолжение следует...